МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сгодно с запошними дадзинами на гомельшине у делу голосований проняли амаль 996 тысяч выборщиков, где 90,44% от унесенных у списа. При этом 11-го кострышника на участках находились 7300 национальных назиральников, больше 50 простонников миссии СНД, 42 АБСЕ и 2 незалежные международные назиральники миссии Альянс. На посяжении комиссии выказана подяка членам выборщик комиссии Уси Хузроню за великую и напруженную работу по подрыхтолцам и проведении выборшей кампании. А так само непосредным выборщикам, эти отдали свой голос за мирную, незалежную и квитнеющую Беларусь. Убедительную победу на выборах в Гомельской области одержал действующий президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, за который отдали свои голоса 87,8% избирателей. На втором месте в области Сергей Васильевич Гведукевич, на третьем Татьяна Николаевна Короткевич, на четвертом Николай Дмитриевич Улахович. Все регионы области активно принимали участие в голосовании, но наиболее общей отлительной цифры – это избиратели Наравлянского района, которые проголосовали, значит, приняли участие в голосовании 98,3%, и задействующая президент Республики Беларусь отдана 98,3% голосов. У Светлогорску наближается до завершения реализации одного из самых буйных инвестиционных проектов. На заводе «Белин и сульфатные целлюлозы» починаются пусконаладочные работы. Олег Сентюров оценил плюсы, які отримая краина после уведения объекта в эксплуатацию. Светлогорск – город, хоть и молодой, но уже развитой промысловостью. Причем такие предприемства, как Светлогорск «Химволокно» и целлюлозно-кордонный кабинет, я думаю, далеко за межами Беларуси, в ближайший час этот список пополнить еще одна творчесть. Завод «Сульфатный белин и целлюлозы» бадает самый масштабный инвест-проект, який зараз реализуется в Гоминской области. Его кошт оценивается в 900 миллионов долларов. Развлековый термин окупности – коля 10-х годов. У 2012-м Светлогорский целлюлозно-кордонный кабинет заключил контракт с китайской корпорацией инженерных на САМСЕ. Миновитая гэта и корпорация, дареча, займается будовництвом Беларусско-Китайского индустриального парку у Минской области. Згодно с умовами погоднения, объект партнеры повинны сдать под ключ. Керовник проекта ГОЦЦЦЕ обицае, гэта будзе саправды сучасная вытворцысь, побудованная высокопрофессийными специалистами. Наши технологии – самая современная в данный момент по всему миру. Ну, аналогический завод тоже существует в Китае. Уперед наибольшей массовой будовли на Светлогорском заводе сульфатные белин и целлюлозы прорывали до 2000 китайских специалистов. Зараз их койкость значительно скоротилась. По отсутствии застались основным отделочной работы и доброупорядкование территории. Усё, продовольженное проектом обсталивания, так само завезено и измонтировано. Зараз начинаются пусконаладочные работы. До речи, весь вытворчий цикл максимально автоматизованный. Койкость прорывающих изведена до минимума. Поставщик технологического оборудования и технологий является австрийский концерн «Андриц». Если говорить про эту компанию, то эта компания является мировым лидером в области поставки оборудования и технологий. И на сегодняшний день можно сказать, что это самое лучшее, самое современное оборудование. Новый завод повинен кардинальным чином изменить ситуацию у папировой промысловости Беларуси и принести к краине додатковую валюту. Сегодня вся белинная целлюлоза для айчинных вытворцев набывается за межами краины. С пуском завода ситуация изменится кардинальным чином. А прочатого, значная частка вырабляемой тут продукции будет поставляться на экспорт. Сирот приоритетов рынки Евросоюза, Близкого Усхода и Китая. Из 300 тысяч, где-то 160-170 будет производиться для внутреннего потребления, чтобы обеспечить свои фабрики все. Ну а примерно 230-240 пойдет на экспорт. То есть мы убиваем сразу как бы двух зайцев. Во-первых, решаем проблему импортозамещения. Сегодня мы покупаем все это по импорту. И кроме того, так сказать, мы решаем проблему экспорта, причем солидного экспорта. Олег Сенчаров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Светлогорский район. Протягиваем выпуск. Завтра в нашей краине будет означаться День Мати. Это святое, которое в Украинах свету припадает на разные даты, в Беларуси традиционно означается 14-го Кострышника. Сегодня в Гомельском областном объединении профсоюзов отбылось у расиста мероприемства и веншование женщин. Под обязанностей с встречу материалы Вероники Ворошилиной. Перед початком расистасти соправданные джентльмены, выхованцы гомельского инженерного лицея МНС, як и належать, представниц пригоже полового человечества сустракают с кветками. На свято запросили больше 40 женщин, які працуют у разных галенах народно-господарчного комплексу Гомельщины от промысловой сферы до бытового обслуговывания. Объедновывая их то, что усеяны з'являются членами профсоюзов и клопотливыми мати. Сирот запрошенных на мероприемство одразу некольки женщин выховывают пять и больше детей. Яны мают гоноровое звание шмадетной мати и узнагароджены отповедным орденом. Подчас душевной сустрэчы гэтая мати-героиня делились со своим особистым вопытом и секретами на кон таго, якими якостями повинны володать батьки, ка бы давать зуртованную великую семью и выхавать у ее добрых детей. Огромная концентрация внимания, огромной силой воли, огромной выносливостью и очень большой любовью, которая бы хватила на все проказы, на все их особенности, на все какие-то индивидуальные черточки, чтобы суметь их разглядеть, чтобы суметь их развить, чтобы они смогли воплотить все лучшее качество. Для гостей урочистости у Дома профсоюза владелась и насыщенная концертная и наншевальная программа с уделом юных гомельских зорочек. Подобные святочные сустрэчы у гомельским областным обеднанием профсоюза уже стали доброй традицией, яны заусёды проходят у теплой душевной атмосферы, у сопроводжении щирых сердечных слов подяки и пожадания у адрес жанчин-маті. А як инакшу, богаты самые дорогие и близкие для кожного человек, медь якого само по собе велизарное, бесценное счастье. Милые мамы, с праздником вас! Добра, счастья, любви и долголетия! Чем дольше вы живете на земле, тем больше и дольше мы чувствуем себя детьми и чувствуем себя совершенно другими, защищенными и высоко-высоко любимыми. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоэк компания «Гомель». Рядомые белорусские спортсмены сустрэліся с наушэнцами специального профессионно-технічного училища закрытого типу номер один у Петркове. До их завітали бронзовы призёры олимпийских гульням в 2004-го года и восьмикратный чемпион свету павела спорти Наталья Целинская. Срэбранный и бронзовы призёры олимпийских гульням по Мастацкой гимнастыце Ксения Санковиш, а так само чемпион первых европейских гульням по самбо Стяпан Папоу. У актовой зале установы отбылась двугодзинная размова. После чего директор в училище отрымал от национального олимпийского комитета Республики Беларусь подарунок – инвентар для занятков спортом. У специальным профессионно-технічным в училище закрытого типу учатся девчаты в возрасте от 11 до 18 годов. У каждой из них своя гистория и непростый лёс. Порашение суда во установу трапляют термином до двух годов в залежности от учиненного правопорушения. Не глядяши на помылки у минулым, я не верать, что всё можно выправить. До помогчей навученкам училище знайсти свой шлях у житти вырошили и представники национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Авторитет олимпийцев, авторитет спортсменов, которые достигают чего-то серьёзного по жизни, он настолько высок, что может подтолкнуть других, если не к завоеванию олимпийских высот, мы к этому не призываем, а к победе над собой, в первую очередь. Победе над теми обстоятельствами, в которые жизнь нас ставит. Визит ведомых беларусских спортсменов с оправдой святочная падея. Сустреча у актовой зали отрымалась сябровской и душевной. Наученки смогли убачить звычайных людей, які не хапали зорок з неба, але дякуючи неверогодной силе духа и процоздольности, досягнули значных вышинь. У их житти так само были узлёты и падений, однак с долюши перемахчив пешую чергу самих себе, яны узышли на спортивный олимп. Мне хочется передать свой опыт, свой взгляд на жизнь детям, подрастающему поколению, как бы, ну, показать, чего можно вообще добиться в жизни, если стараться, трудиться. И если из этой толпы хотя бы один человек меня услышит и поступит правильно, и сделает что-то приятное, полезное и хорошее в жизни, это уже будет результат. Я думаю, наш приезд, ну, хоть немножечко как-то раскрасил их жизнь, я думаю, довольно обыденную здесь. И я очень надеюсь, что мы их хоть немножко как-то вдохновили, чтобы они стремились к лучшему и добились больших успехов, больших результатов в жизни. Это можно добиваться не только в спорте, а в любой сфере деятельности, поэтому я уверена, у них всё впереди. Знаковый момент уручения от Национального олимпийского комитета спортивного обсталевания. После асустрешу протягнула автограф-сессия. У свою чергу девчаты зарабили подарунок у отказ, уластные картины и невеликий концерт. «Ты живешь лучше меня, ты красивей меня, я терпеть не устану. Ты живешь лучше меня, ты добрее меня, ты моя мама». Это был первый, но не опошенный визит вя домах белорусских спортсменов. Они обещали в будущем обеводского вернуться в училище, но уже в большем подширенном составе. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. У Беларуси протягивается традиционная кампания белорусского товариства «Червоного крыжа» «Клопот». Волонтеры проводят доброшенные мероприемства и избирают охвайрование для одиноких состарелых, тяжких ворых и инвалидов. Сегодня прославники областной организации «Червоного крыжа» наведали дом-интернат Васильевка. Зараз у дом-интерната проживаются больше 140 ветеранов войны и працы, инвалидов. Гостям завсёды рады и чекают с нетерпением. Волонтеры «Червоного крыжа» тут бывают часто. На этот раз яны привезли не только подарунки. Перед жахарами дома-интерната выступили артисты ансамбля «Молодицы» народного клуба «Прометей». Люди наши всегда готовы с нетерпением ждут разные концертные. Не только Краснокрест нам приезжают, но и другие организации, с которыми мы сотрудничаем. Поэтому мы всегда добродушные, открытые и всегда готовы принять посетителей. Концерт продолжился больше за годину. Жительствержальный репертуар коллективу створил добрый настрой усім присутным. После кожны отримал невеликий подарунок от Белорусского товариства «Червоного крыжа». Подобные мероприемства будут проходить у домах-интернатах и больницах Сястринского догляду по всей области. Насабливая увага одиноким со старелым, тяжкохворым и инвалидам, которые проживают во властных домах. Привлекаются волонтеры для обслуживания инвалидов, стариков. В основном это старики, которые живут в сельской местности. Районной организации Красного креста в нашей области составлен определенный план, по которому они работают. Завершится компания «Клопот» на початку «Снежня». Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадо, компания «Гомель». С надыходом личбовой эры у фотомостатств пленочная фотография сдавалась, повинна была давным-давно сникнуть. А лезу 17 ворот. Энтузиастов пленочного фото в свете становится все больше. За три месяца основание «Гомельский клуб фотоаматера у 200 метров» принял в своей роды больше, как 100 человек. У их лику и наш корреспондент Катярына Сапельникова. 200 метров – это не просто назва клуба, это докладная колькасть пленки, которую купили для старта проекта. Кожный человек мог взять певную колькасть фотопленки, але при умове, что с дымки вернуться у клуб. И они станут основу для экспозиции, которую плануются представить в листопаде. Уезжают на фестивали, снимают там, путешествуют, привозят сюда. Вот сейчас но как бы лежит вот в этой коробочке хранится материал вот в красной нашего клуба. Вот сюда приносится вся пленка и она туда слаживается и в порядке и в очереди все проявляется. А кроме подрыхтовки до выставы, кожные выходные профессийные фотографы и аматоры сбираются разом на мейстер-классы, обмерковывать усек, починающие от пленочной фотографии и до сучастной мобилографии. Ранее занятки проходили на свежем поветре, а лес холодами сустрэши переместились в домашнюю фотолабораторию Антона. Приходит разный контингент абсолютно от мала до велика. Приходят дети, которым по 14 лет. Ну как бы приходят с родителем, как бы мы люди им неизвестные. Расклад бесплатных сустрэш можно знайти в социальных сетках. Новым знакомством и цикавым пытанием тут рады за усёды. Катерина Сапельникова, на этом выпуске завершено. Студия працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до сустрэши у эфиры.